Здравствуйте, меня зовут Александра, я являюсь сотрудником музея имени Андрея Рублёва и сегодня мы с вами будем говорить об иконе из коллекции Александра Давидовича Лепницкого. Мы находимся на уникальной выставке памяти Александра Давидовича трагически погибшего. Надо отметить, что Александр Давидович при собирании своей коллекции уделял большое внимание иконам ярким, интересным по иконографии, очень необычным, преимущественно северного письма, таким как этот образ Богоматери в этой уникальной асимметричной раме. Причем, что интересно, эту раму Александр Давидович приобрел сначала, а потом для нее подобрал подходящую по размерам икону, причем эта икона еще соответствует и по смыслу, напоминая нам о страданиях Спасителя. Эта асимметричная рама начала XVIII века, предположительно, была написана по какому-то частному заказу для некой почитаемой иконы. И посмотрите, в нижней части мы видим миниатюрные образы святых, которые свидетельствуют о том, что, скорее всего, это были патрональные святые семьи заказчиков. Но они расположены таким образом, чтобы уступить центральное место образу Спаса Смоленского. Конечно, здесь главным является образ Спасителя. Спаситель в такой иконографии, такое изображение Христа было известно еще со времен Византийской империи. Однако же на Руси подобная иконография становится особенно распространенной в XVI веке, после того как Василий III после взятия Смоленска в 1514 году повелевает изобразить Спаса в рост на Фроловской башне Московского Кремля. И со временем этот образ получает название Спас Смоленский. Впоследствии башня именуется Спаской. Спаситель представлен фронтально, правой рукой он благословляет, левый держит раскрытое Евангелие, у его головы парят ангелы с орудиями страстей. Это, конечно, напоминает нам о том, что взятие Смоленска пришлось на праздник происхождения честных древ креста Господня 1 августа. Вообще, в традиционной иконографии присутствовали еще изображения преподобных Сергия Радонежского и Варлаама Хутонского, которые в молитве обращались к Спасителю. Это было связано с новым чудом, которое произошло в 1521 году, когда к Москве подступили вражеские войска под руководством Мехмед-Гирея. И в это время инокине, старице Вознесенского Кремлевского монастыря было видение. Она духовными очами увидела, как из Москвы, из Кремля уходят ее святые покровители, московские святители, и уносит палладию московского государства, уносит Владимирскую икону Богородицы, а к ним с горячей молитвой обращается преподобный Сергий Радонежский и Варлам Хутонский, умоляя их защитить город. И происходит чудо. Без боя войска Мехмед-Гирея отступают из Москвы. Конечно, сам образ Спаса Смоленского с этого времени ассоциировался с идеей защиты, с идеей заступничества, покровительства. И распространение подобной иконографии было связано с угрозой нападения иноземных захватчиков. Так было и на севере, так было, к примеру, в Абонежье, в Вологодских землях. Известно, что на Вологодчине особенно почитался вариант изображения Спаса Смоленского под названием Спас Всемилостивый. И в описании этой чудотворной иконе говорится, спаситель правой рукой указывает в благословляющем жесте долу, а левой рукой держит разогнутое Евангелие. И это Евангелие содержит надпись «Перейдите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Фрагмент этой надписи мы видим и на нашем изображении Спасителя, которое очень близко к Вологодской святыне. Это тоже рама северного письма. Вообще термин «северные письма» упоминается исследователями для того, чтобы обозначить это самобытное, стилистически очень разнообразное искусство северных земель, которое во многом отличалось от Москвы, от Новгорода, от Твери, где были сформированы иконописные школы. Как мы видим на примере изображения Спасителя для северной иконописи, характерно и нарочитое искажение человеческих пропорций, и более простой рисунок, и активная акцентная контурная линия, аппликативность цветового решения. Известно, что зачастую на севере иконы писали посадские монастырские мастера. Но также письменные источники свидетельствуют о том, что было много мастеров из деревни. Как раз именно крестьяне были основными заказчиками подобных произведений, не очень богатые, не очень притязательные. И как раз именно они формировали эту особую северную школу, северное направление иконописи. И следует отметить, что отличительным признаком северных писем зачастую служит декор, служит особая роспись полей иконы. И сразу можно привести с аналогией с украшением крестьянских изб. Но здесь иконописцы вдохновляли другие мотивы, а именно древнерусские тябла иконостасов. И вот как раз такие иконы являются большой редкостью, их на самом деле сохранилось не так много. И несколько подобных икон есть в коллекции Александра Давидовича, потому что он их целенаправленно коллекционировал, собирал. И вот эта замечательная, асимметричная, просто уникальная рама является обрамлением для иконы Богоматери более позднего письма. Образ Богородицы «Не рыдай мне, Мати», который также напоминает о страстях Христовых. Надо сказать, что тема страданий спасителя входит в русское искусство, начиная со второй половины 17 века и будет распространена на протяжении 18-19 столетий. И многие видные церковные иерархии будут составлять литературные сочинения, посвященные страстям. Многие будут разрабатывать новые иконографии. Однако же, когда эта тема страстей Господа выйдет за пределы придворной среды, то в первую очередь она обогатит богородичные сюжеты. И, конечно, это связано с ментальностью народа, потому что, я думаю, для народного сознания ближе всего был образ матери, который отдает на страдания единственного сына, который жертвует своей жизнью ради спасения человечества. Кроме того, известно, насколько сильно на Руси почитали Богородицу. Именно поэтому вот эта тема страстей настолько расширяет репертуар русских иконописцев уже в новое время. Что мы видим перед собой? Образ Богородицы, которая предстоит снятому с креста Спасителю. Ее руки прижаты груди в молитвенном жести. Это нам напоминает слова Семена Богоприимца. «Тебе самой оружие пройдет душу». На пеленах возлежит снятый с креста Христос. Мы видим, к нему припадают Иосиф Аримафейский, Никодим, ему предстоят ангелы. В верхней части иконы обороченных картушах располагаются изображения орудий страстей. И мы видим перед нами и крест, и чашу. На другом картуше более редкие изображения. Это столб бичеваний, это петух, рука, которая заушила Господа. Иконография очень интересная. Возникает вопрос, когда и как она сформировалась. И, казалось бы, логично было обратиться к древней иконографии под названием «Не рыдай мини-мати». Такая иконография существовала еще со времен Византии. И она, конечно, своим названием обязана Ирмосу девятой песни канона, Космы Майюмского, который исполняют на Великую Субботу. «Не рыдай мини-мати, зрящей во гробе». Однако сама иконография совершенно иная. Традиционно изображали Христа, стоящего во гробе. Впоследствии его образ дополнило изображение Богородицы, которое поддерживало сына. Но наша икона совершенно иная. Она приближается в большей степени к иконографии положения во гроб, которая трансформируется в русском искусстве в начале XVIII столетия под влиянием западноевропейских изображений, пьеты. И впервые появляется на антиминцах, начиная с 1713 года. Однако антиминцный вариант отличается от нашей иконы более гармоничным, равномерным изображением фигур. Здесь же акцент сделан на образе Богородицы. Она является главным героем этой иконы, центральным изображением этого образа. Может быть, это связано и с особым вниманием в это время к эмоционально-психологическому состоянию человека. И поэтому акцент сделан на главных герой колгофской трагедии. Но учитывая, что в это время особенно почитали Богородицу, именно ее образ выделяется вот так особенно. Надо отметить, что трактовка изображения Богородицы, такая величественная, с некоторым даже налетом светскости, праздничность этого образа, барочные картуши, говорят о том, что на это изображение, на его художественный язык уже повлияло искусство барокко. И это барочное искусство было знакомо северным мастерам. Вот эти два замечательных произведения, которые так умело соединил Александр Давидович Лепницкий, это более древняя рама, это замечательная икона Богородицы, являются поистине уникальными произведениями. И таких интересных с точки зрения иконографии икон здесь представлено очень много. Поэтому я, конечно, всем рекомендую посетить эту выставку, которая посвящена иконам знаменитого музыканта, друга нашего музея, известного коллекционера икон Александра Давидовича Лепницкого. Эта выставка продлится до 4 сентября, поэтому мы вас всегда ждем, приходите. А на этом мы заканчиваем нашу прямую трансляцию. И до новых встреч!